Это был один из самых первых публичных парков Петербурга, который раскинулся на месте бывшего Гласиса, то есть земляной насыпи Петропавловской крепости. И возник он, как писал его устроитель, министр финансов граф Конкрин, как для украшения из его места и дороги на Каменный остров, так и на пользу публики. Александровский парк действительно стал украшением Петроградской страны и любимым местом прогулок и петербуржцев, и ленинградцев, и снова петербуржцев. Александровский парк – это было место свиданий для моего поколения. Тут было красиво всегда, золотая осень, потом зима, и всегда тут было как-то уютно, и гуляло очень много парочек. Гуляет и сегодня, потому что Александровский парк удивительный. Здесь и замечательные скульптуры, хранящие аромат своего времени, и театр, и мюзик-холл, и планетарий, и зоопарк. Тут есть даже улицы, которым дал название парк. Например, улица Александровский парк номер 4. Это адрес театра «Балтийский дом», в котором служат наши замечательные любимые артисты. Этот парк Александровский, он для меня просто… Я когда приезжаю сюда, я как… Вот это мое место. Он был более заросший, он был более такой, знаете, ну, как бы лес такой, да. Сейчас он более цивилизованный, более, так сказать, ухоженный. Это приятно, это хорошо. А когда-то здесь был сплошной пустырь. Задуман был парк еще Александром Первым, но, обустроенный открыт, он уже был при Николае Первым. Причем в день памяти небесного покровителя Петербурга. И поэтому некоторые считают, что парк назван в честь Александра Невского. Однако, на самом деле, парку было дано имя императора Александра Первого. И надо сказать, что парк был гораздо больше. В свое время часть его отрезал Каменноостровский проспект. Да к тому же, его то и дело теснили новоселы. Так, в самом конце 19 века по ходатайству принца Александра Альденбургского в Александровском парке был возведен Народный дом для организации разного рода зрелищ, чтений и увеселений. Дом получил имя императора Николая Второго. Заметим, что и зрелищ, и увеселений было предостаточно. В саду Народного дома были открыты различные аттракционы, сооружены американские горы, прозванные в народе американками. Была построена и детская железная дорога, на которой с радостью катались и взрослые. Вообще, Народный дом – это было грандиозное сооружение. Достаточно сказать, что нынешний Балтийский дом, планетарий, мюзик-холл – все это изначально было владениями Народного дома, который, конечно же, со временем претерпел множество изменений. Так, сегодняшний мюзик-холл, например, это бывший оперный зал Народного дома. Прекрасное сооружение, которое открылось 4 января 1912 года, дату говорю специально, потому что ровно через три дня это чудо техники сгорело. То есть был грандиозный пожар, который удалось потушить, но потом был долгий-долгий ремонт. Народ говорил по этому поводу одно – вот строят на костях все эти увеселения, и действительно хоронили-то первостроители Петербурга где? А здесь, за рвом крепости. Увы, пожары преследовали Народный дом. Сгорели и американские горы, а впоследствии и советские горы, сооруженные уже в ленинградское время и, надо сказать, еще более масштабные. Семь поездов возносили пассажиров на 34 метра вверх и ныряли в туннеле по причудливому серпантину горы. А еще раньше беда случилась с самим Народным домом. Дело в том, что пожар был опять, но уже в 1932 году. Вот тогда Народный дом, тот самый, с стеклянным куполом, сгорел капитально. То есть он сгорел до основания. И на его месте построили театр Ленинского комсомола. Вот. А на месте железного зала, который более-менее сохранился, в 1959 году построили, даже не на месте, а используя каркас, построили планетарий. Был в Александровском парке и павильон минеральных вод. Позже, в самом начале 20 века, здесь была построена первая в России ортопедическая лечебница. Предшественница научно-исследовательского института имени Вредена. Нынче здесь располагается колледж Российской академии правосудия. Фасад здания украшает чудом сохранившаяся майолика. Образ богоматерь с младенцем. Панно было создано по эскизу Кузьмы Петрова-Водкина. Он тогда очень увлекался врубелем. И вот под этим впечатлением, так сказать, написал этот эскиз замечательный. По которому потом сделали это панно. Это майолика. Это замечательное совершенно, это панно потрясающее. Во времена Советского Союза это панно было закрашено белыми красками. Я это очень хорошо поняла. В советское время и сам парк был переименован. Назывался он парк имени Ленина. В 1963 году в парке была открыта станция метро Гойковская. А в 2009 был сооружен новый павильон. Это вот здание метро, оно как-то вот вписалось очень. Оно не какое-то такое там сверхмодное или современное. Вот такая тарелочка стоит, такая тарелочка. Очень хорошая. Нет, 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 она никак не портит. Это этот парк замечательный. А сегодня здесь, рядом с метро, построен бронзовый мини-город Петербург. А поблизости находится великолепная скульптурная композиция «Зодчие». И, безусловно, сюда не зарастает тропа туристов. Появился пост охраны, потому что буквально сразу после того, как мини-город был открыт, народ стал разбирать его на сувениры. Естественно, без охраны не обошлось, и она нужна и по сию пору. Однако, несмотря на охрану, у апостола Петра, чьё имя носит наш город, постоянно пропадают ключи от рая. В связи с тем, многие гадают, кто этот очаровательный дедушка. А иностранные гости думают, что это Пётр Первый. А вот у стола «Зодчих» один стол остаётся незанятым. Возможно, он оставлен для тех, кто пожелает узнать мнение великих архитекторов о современном градостроительстве, которое в большом долгу перед старыми мастерами. А вот другие считают, что этот стул предназначен для нового гениального «Зодчего». Так или иначе, но пока этот стул остаётся свободным. Кстати, тут тоже не обошлось без городской легенды. Я не знаю, легенда это или не легенда, что один из наших «Зодчих» Тамада Тамона изображён с лицом английского средневекового лекаря. Но дело в том, что, как выяснилось потом, как объясняли скульпторы, что подлинного ни фотографии, ни изображения Тамада Тамона не нашлось. И тогда нашли просто лицо, показавшееся близким к интеллектуалу творческому, и изобразили. Но досужие петербуржцы выяснили, что это не Тамада Тамон. А это – очень дорогой для нашей истории памятник. Он посвящён мужеству и героизму экипажами наносца «Стерегущий». Торжественное открытие его состоялось в 1911 году в присутствии Николая II. Памятник «Стерегущему» для нас был уникальным памятником. То есть он и очень эстетически, и героически, и передавал чувство какой-то такой нездешней печали. То есть нам даже вот вплоть до того, что хотелось там просто молча постоять. Это, пожалуй, единственный памятник легенде. Потому что, как выяснилось, вот этот памятник изображает двух моряков, которые в машинном отделении открыли «Кингстоны», чтобы не сдаться японцам, затопили корабль вместе с собой. Позже выяснилось, что «Кингстонов» на миноносце не было. Миноносец затонул от полученных в бою повреждений. Почти весь экипаж погиб вместе с кораблём, не сдавшись врагу. Да, «Кингстонов» не было, но подвиг был. И именно ему был возведён этот памятник. Кстати сказать, он не умаляет героический подвиг этих моряков, а наоборот, как всякая легенда, украшает исторический факт, делает его запоминающим. А рядом знаменитый грот. Он был задуман как парковое сооружение. В советское же время в нём располагалось кафе. Вот его стилизация, его такая некоторая, может быть, депрессивность, вот, нездешность для нас. То есть он не выглядел ультрасовременным, но он был каким-то притягательным. Это был островок другой жизни, и нам тоже хотелось туда заглянуть. Зоопарк в Александровском парке – один из старейших в России. Его история и радостная, и трагическая. Многие блокадники вспоминали, что любимцами публики были слоны Бетти и Жуля. И Бетти дожила до войны, и надо же тому случиться, что именно в первую бомбёжку Ленинграда её слоновник был разрушен взрывной волной, и её накрыло там, и она погибла. И это было настолько... Вот, вы знаете, когда приходит осознание войны, мне говорили многие блокадники, что они осознали, что война – это серьёзно и надолго, после того, как ни в чём не повинное животное, вот, было убито. Как это ни странно, вот так. Вместе с Ленинградом зоопарк пережил страшные годы блокады. И в память о подвиге его сотрудников было принято решение не переименовывать зоопарк, а оставить его старое название «Ленинградский». И это справедливо. А вот театр имени Ленинского комсомола изменил название. Теперь это, как известно, театр-фестиваль «Балтийский дом». Это театр для меня как дом. Я прихожу сюда столько лет. И как доказательство, в мой юбилей мне поставили здесь именное кресло. Да, звёздный ряд театра «Балтийский дом». А стоит вспомнить из истории Александровского парка и то, что в 90-е годы он был известен своими ночными клубами. Это клуб «Пар-СПБ». «Пар» потому что располагался в котельной ортопедического института. А ещё были клубы «Зоопарк» и клуб «Планетарий». Здесь звучала музыка для тех, кто любит рейв. Ну, «Планетарий» я хорошо помню. Именно отсюда, то есть это было одно из таких мест, откуда к нам пришла, как говорили эстеты, рейверская кислотная музыка. Клуб был очень стильным. И, надо сказать, в этом парке, вот историческом, который в разные эпохи запомнил, тут вдруг как будто открылся портал в другое культурное измерение. Народ ходит, выбирает, хочет «Планетарий», хочет «Театр», хочет погулять просто. Так что это место удивительное. Я считаю, что удивительное место. Как и всё живое, Александровский парк менялся. Но каждая эпоха оставляла здесь свой след. Вот, например, построен новый торгово-развлекательный центр. Но он унаследовал название самого большого кинотеатра Ленинграда «Великан», который в своё время размещался в здании сегодняшнего мюзик-холла. Да, всё меняется. Остаётся неизменной лишь осенняя красота Александровского парка и любовь к нему петербуржцев. Она вечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова